Время новостей на канале СТВ в студии Олег Степанюк. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Легальный барьер для нелегалов. Венгрия завершила строительство забора на границе с Сербией. Самая мужская профессия. В Беларуси сегодня отмечают День шахтера. 20 лет семейного тепла и заботы. СОС, детская деревня, первая в Беларуси празднует свой юбилей. На торжестве побывала Юлия Матяш. В ЧП в Брестской области. В Пинском районе на поле сгорело 24 тонны соломы. Инцидент произошел возле деревни Купятичи. Скирду высотой около 4 метров пламя уничтожило полностью. Сейчас причина возгорания выясняется. Спасатели напоминают, что высокая пожароопасность сохраняется в большинстве районов Беларуси. Поэтому люди должны быть особенно бдительны и при первых признаках пожара в лесах или на полях звонить МЧС. Латвия станет тратить больше денег на вооружение. Таковы рекомендации НАТО. Оборонный бюджет страны планируется за два года увеличить вдвое. В 2018 году он составит 2% от ВВП. Тогда как сейчас республика тратит на оборону меньше 1%. Дополнительные средства планируют направить в частности на увеличение численности армии с 5 до 6 тысяч человек. Такое стремление вооружить своих участников НАТО объясняет желанием защитить членов Альянса от растущей террористической угрозы. Миролюбивые японцы могут быть очень настойчивыми, когда появляется угроза их покою и благополучию. Десятки тысяч человек вышли на митинг к зданию правительства в Токио, а также на центральные улицы еще 300 городов страны. Протестующие выступают против законопроектов, которые позволят использовать силы самообороны Японии в военных операциях за рубежом. Пакет законопроектов уже одобрен Нижней палатой парламента и теперь его рассматривает Верхняя палата. Люди опасаются, что принятие нового закона послужит началом милитаризации страны и приведет к отказу от 9-й мирной статьи Конституции, которая запрещает Японии использовать армию за границей. Венгрия закончила строительство забора с колючей проволокой на границе с Сербией. Сооружение призвано не пропускать нелегальных мигрантов на территорию Евросоюза. За постройкой этого ограждения последует установка еще более высокого 4-метрового забора, строительство которого уже началось. На такие радикальные меры венгерские власти толкнул масштабный наплыв беженцев из стран Ближнего Востока. Ранее Венгрия зафиксировала новый рекорд по числу мигрантов, приехавших из Сербии. За один день, 26 августа, границу пересекли 3,5 тысячи нелегалов. Проблема Венгрии состоит еще в том, что она проводит дактилоскопическую экспертизу всех новоприбывших и автоматически становится местом их въезда в Евросоюз. Страны Европы, в которые позже прибывают беженцы, возвращают их именно в венгерской стороне. Печальная новость пришла из России. На 85-м году жизни скончался народный артист Михаил Светин. 23 августа актера госпитализировали с инсультом. Врачи сделали ему операцию, после которой он находился в реанимации. Из отделения интенсивной терапии он так и не вышел. Сегодня в 6.45 утра его не стало. Зрителям Михаил Светин известен по ролям в фильмах «Афоня», «12 стульев», «Человек с бульвара» Капуцинов, «Любимая женщина-механика» Гаврилова, «Свет безымянной звезды». Всего на его счету более 80 работ в кино. Вплоть до прошлой недели актер играл в Петербургском театре имени Акимова. Без зрителя трогательный и любимый миллионами комик прожил всего 7 дней. Мощный взрыв прогремел на востоке столицы Йемена. Возле американского посольства на воздух взлетел заминированный автомобиль. Пока неизвестно было ли целью организаторов взрыва нанести ущерб дип-представительству Соединенных Штатов. Также пока не поступали данные о жертвах взрыва и о том, кто взял на себя за него ответственность. Напомню, район, в котором произошло ЧП, находится под контролем шиитских повстанцев-хуситов. Взрывы в столице Йемена в последнее время происходят именно на их территории. Как правило, организаторами подобных терактов является экстремистская группировка «Исламское государство». Марина Караман, телекомпания СТВ. Самая мужская работа. У белорусских горняков сегодня профессиональный праздник. В шахтерской столице Солигорске этот день отмечает каждый пятый. Там на глубине более километра работают тысячи человек, добывают калийные удобрения и соль. И сейчас Беларусь-Калий один из крупнейших в мире производителей и поставщиков минеральных удобрений. По итогам прошлого года, за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, предприятие занесено на республиканскую доску почета. Добавлю, День шахтеров последнее воскресенье августа отмечают и в других странах постсоветского пространства. Традиция этой уже почти семь десятилетий. Цветочная интервенция или цены под контролем. В преддверии Дня знаний специалисты в Минске проверяют стоимость ароматного товара. Розы, герберы, гладиолусы сейчас разлетаются как горячие пирожки, поэтому рейд призван помешать нерадивым продавцам нагреть руки на одном из самых главных атрибутов 1 сентября. Кроме того, в городе появились дополнительные торговые точки, где предлагают недорогие цветы. Завтра они будут работать с 7 утра и, как обещают, до последнего клиента. И немного о ценах. За 40-сантиметровую розу придется отдать 16 тысяч. Полуметровая колючая красавица чуть дороже – 21 тысяча. А герберы и вовсе обойдутся примерно в 10 тысяч рублей. Проект, который дарит шанс на новую жизнь. В эти дни первая в Беларуси детская деревня СОС в Боровлянах празднует юбилей. Два десятилетия кропотливой работы не прошли даром. За это время родной дом и любящую семью вновь обрели более 200 сирот. А многие запускников уже сами создали семьи и растят собственных детей. Юлия Матяш подробнее. Вот это из них, так это, семья белого браслета. Это здесь из бисерного Иван написано, Иван. Браслеты 10-летний ребенок делает с удовольствием. Тем более, что их есть кому подарить. Ведь под одной крышей с Ваней компания живет большая. Еще пять девочек и один мальчик. Все разного возраста и с разной судьбой, разными увлечениями. Общее у детей одно. Они остались без опеки родителей. Детели себя пили, а папа бил маму. Пили и курили. Ваня помнит, как однажды из детского сада за ним пришли не родители, а социальные работники. Потом будут месяцы в детском доме. Шанс на счастливое детство появился уже после. Мальчик попал в детскую деревню Боровлянах. Мне здесь очень нравится. На велосипеде люблю кататься и на роликах. Уютный коттедж, где все, как в настоящей семье. Приемная мама Оксана готовит еду, дарит на день рождения подарки, покупает одежду и собирает в школу. А главное, по-настоящему любит своих подопечных. Всех семерых. Они сюда приходят, вот именно не умеющие доверять. Доверять взрослым. Поэтому первая задача, наверное, в этой работе – завоевать их доверие и доверять им. СОС-деревня в Боровлянах появилась 20 лет назад. Вместо интернатов и приютов дети стали жить в любящих семьях. Здесь дети учатся жить в обществе, ходят в обычную школу и сад, получают навыки работы по дому, обращение с деньгами и этикету. Главное – чувствуют себя защищенными и нужными. В детской деревне была такая традиция. С каждым пришедшим сюда на воспитание ребенком около коттеджа, в котором он поселялся, высаживали дерево. Теперь за моей спиной целый парк, а из стены этой деревни вышло более 200 воспитанников. За 20 лет удалось расширить штат профессиональными педагогами и психологами. Теперь к каждому ребенку подход индивидуальный. Я успешными считаю всех тех, кто стал взрослым, создал свою семью, и его дети не попадают ни в одно учреждение. Настоящее детство должно быть у каждого ребенка, поэтому в Беларуси отдают предпочтение семейному воспитанию. За последние годы число интернатов и приютов в стране снизилось. На смену им приходят детские дома семейного типа. И если еще 10 лет назад во всей стране насчитывалось едва 6 десятков таких домов, то теперь их больше 200. Развиваются такие проекты, как детские деревни. Сейчас в Беларуси их три. Не так много детей в детских домах и школах-интернатах. Это всего лишь где-то 4,5 тысячи. Этим деткам также активно подыскиваются семьи. И их нахождение в этих интернатах, как правило, временное. Сейчас в СОС-деревне живет больше 10 семей. И в каждом коттедже есть то, что так необходимо детям. Мама нас любит. Мы это чувствуем. Юлия Матяш, Сергей Книга, телекомпания СТВ. В эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». И вот некоторые ее темы. Хороший урожай на зло сасухи. Диктатура технологий. Какие 8? Такая жара стоит. Откуда это 8? Сейчас мы имеем 8600, может 8700 будет. Вторая жизнь производственного гиганта в Барановичах. По внутренним помещениям у нас есть серьезные наработки. Алексей Мартиненов увидел тенденции в развитии новых производств по стране. На этом месте появился, можно сказать, первый в Беларуси агрогородок. А также президент. О ценах и о валюте без купюр. Мы не будем искусственно сдерживать курс национальной валюты по отношению к другим валютам. Причины и следствия. Откуда дул ветер в долларовые паруса? Разговор с Вадимом Йосовым о полетах во сне и наяву. Все это время падала нефть. С понедельника падение нефти прекратилось. Соответственно, тут же прекратилось падение российского рубля. Новости главной политической кампании года. Международные наблюдатели прибывают в Беларусь. В принципе, они сразу же взяли быка за рога. В смысле, это за суббором. А также, как проверяют подписи, сданные в ЦИК. Унесен человек, который умер до момента сбора подписи. День шахтера. Что изменило за десятилетия в городе, где добывают соль земли белорусской? Если бы нам тогда сказали, что это будет, мы бы сказали, ну, даже писатели-фантасты не могли бы это придумать. Наверное, что в шахте, да можно вот это все применять. Татьяна Ревизоре. В чем соль? Вот, к примеру, высота здесь всего лишь метр двадцать. Поэтому сами видите, как передвигаемся. А также новые телепроекты СТВ. Я очень хочу, чтобы звучали по-настоящему умные мысли. Не переливание из пустого в порожье. И новый интерактивный формат общения со зрителями. Нам интересно посмотреть на тех людей, для которых мы работаем. Особенно приятно, если люди нас узнают. Эти и другие наиболее заметные темы уходящих семи дней в итоговой программе «Неделя» с Евгением Гориным в 19.30. О спортивных событиях далее в обозрении. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова